всем привет снова здравствуйте очень много критики у меня было на видео про карандаш давайте расскажу как его делать и потом расскажу как сделать крылья что нам нужно для карандаша это первый цилиндр мы его открываем жмем edit опять make полимеш не жмем заходим инициалайзер и понижаем дивайды до шести граней вот что-то такое у вас получается так это 3 так до 6 на я поставим поставим 6 гранью так вот сделаем и теперь можно сделать make полимеш все вот мы его сделали теперь мы его выравниваем уменьшаем жмем alt левое окно мыши жмем move и с помощью move вытягиваем вот так вот можно также вытягивать его в биометрии в сайзе вот это вот шкала вот так она будет ровнее все вот вы его вытянули теперь нужно добавить заднюю часть и переднюю жмем drive жмем sub tool и заходим в append находим как вот цилиндр не цилиндр а конус и вот он вставлен переключаемся на него жмем move и вот так вот его можно здесь поставить можно в эту сторону раз он уже стоит можно вытянуть опять же с помощью move вот так вот заострить его или с помощью опять же сайза в деформации теперь мы вот так вот подгоняем выравниваем можно скайл использовать чуть чуть уменьшить вот так и опять move чуть 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 подгоняем что-то такое вот у нас получается теперь мы добавляем append опять ставим цилиндр переключаемся на него и с помощью move перетягиваем его назад ставим вот так добавляем дивайдов чтобы он был более округлый и чуть чуть прибавляем ему размер ставим опять на move и подгоняем его к задней части можно немножко напустить на сам ствол карандаша когда у вас это все получилось добавляем еще один цилиндр опять переключаемся на него опять move и добавляем как вот стерку вот так опять же добавляем дивайдов чтобы он стал помягче и потом здесь приминаем эту часть на вот этом цилиндре в принципе все карандаш готов ничего такого сложного нету давайте теперь расскажу как сделать крылья чему проделывайте нажимаете make polymesh и с помощью move опять проделывайте ту же самую операцию вот так вот и только работайте теперь дублированием делайте дубликат еще один дубликат 4 пока хватит переключайтесь на новую и вот так вот и и уже здесь подгоняете потом на другую переключаетесь ставите где-то посередине у так и можно еще ее вытянуть вот так и подкорректировать вот что-то такое у вас выходит нам понадобится две стороны поэтому можно сделать вот таким вот образом все вот так вот и выводите на дальний план потом переключаетесь на эту на это перо делайте его еще больше можно еще чуть-чуть его сделать пошире и вот так вот подставляете вот с этой стороны вот где-то такое у вас перо получается чуть-чуть ее назад уводите вот так и теперь вот этим можно работать так можно сделать дубликат всего вот этого или просто объединить жмете merge down вот так и теперь опять с помощью move можно и вот так вот сделать площадь вот уже интереснее получается если вам нужно две будет стороны ну допустим это у вас будет не рельеф не барельеф а ну модель уже полностью то что можно сделать можно с помощью move выровнять ее так вот по оси и с помощью меры and well можно сделать ее двухсторонней дублировать просто зеркально вот когда у вас получилась вот такая вот заготовка ее можно еще чуть-чуть сплюснуть вот так вот вот что то такое также можно ее доработать с помощью polish включить polish и вот так вот сделать грани по бокам вот так вот придать внешний вид также можно их долепить потом вот эти вот перья и получается у вас вот такая заготовка с помощью control и shift можно сделать вырезку ну типа под перо можно использовать trim curve вот так вот раз alt нажимаете и вот так вот ее сделать вырез также можно использовать trim rect если вы вот так вот установите чуть-чуть боком вот так то можно вот этим углом вырезать тоже вырезку сделать вот такое что-то напоминает перо так вот можно их хаотично по поделать вот такое что-то получается так когда все вы это сделали что теперь можно и сделать смотрим сетку делаем так дай нам чуть-чуть ждем и делаем допустим ZRMS чтобы сетка была нормальная так когда вот это все у нас сделано заходим в sub tool и делаем дубликат три раза теперь с помощью MOV переключимся на второй дубликат уводим ее перо вниз вот так вот переходим на третье перо и так же устанавливаем ее снизу вот такое у нас получилось что-то интересное теперь назначим каждой каждому перу свою полигруппу CTRL W опять жмем CTRL W и верхнюю поменяем тоже сделаем CTRL W теперь все их объединяем жмем Merge Down вот такое у нас должно получиться так что теперь мы можем сделать теперь мы заходим в Brush нажимаем Clear Insert Mesh жмем новый да и теперь давайте посмотрим включим сферу можно куб любую любую фигуру и теперь поработаем вот с это с этим пером если мы вот так вот жмем Make Polymes вот будем наносить вот у нас получается что-то в таком духе нам надо поработать строк заходим в Curve жмем Curve Mode Band Snap включенный так теперь заходим Curve Modifier Fires и вот эту вот часть можно вот так вот чуть загнуть и загнуть можно в эту сторону так вот и вот получается у нас вот такие импровизированные крылья которые можно еще в Brush настроить заходим Modifiers так включаем Stretch Build Point Curve Fires можно до 6 поставить поработать тут с настройками еще немножко так и попробовать что у нас получится вот такое у нас вышло крыло ставим Draft Size побольше и вот так вот его прибавляем можно сделать перья чуть реже когда она будет смотреться по-другому чуть развести их давайте посмотрим как это делается опять откроем нашу заготовку и разобьем ее на поле группы и поработаем теперь вот так вот чуть-чуть больше их вот вот так теперь замаскируем и прибавим вот эту часть чуть побольше вот так вот проделаем то же самое и и с другим первым и вот что нужно Вот что-то такое у нас получилось, здесь можно выгладить и опять объединяем их все с помощью Merge, Merge Down, все мы их опять объединили и сделаем новую кисть, опять Insert Mesh, так и давайте посмотрим как это теперь будет выглядеть, вот это вот. Опять зайдем в Stop, включим Curve Mode и посмотрим как она рисует, вот вы видите, что другое у нее вид стал, вот такое крыло может получиться. Теперь можно нажать на Mesh, на модель, все снимается Curve и теперь можно с помощью умов еще поработать с перьями. Нажимаем Alt и вот так вот можно их чуть-чуть вверх не повытягивать, вот так вот. И вот так вот можно их уменьшить, нижние, подтянуть где-то, вот так все это отрегулировать, чуть вбок вывести, чуть вниз, придать ей форму. Вот такое крыло у нас получилось. Продолжение следует...